Здарова! Алкаши, пьяницы, синебоды, шичи и вообще остальные достойные члены нашего общества. Я сегодня буду краток, большие планы, пятница только начинается, а я хочу уже в 12 быть в полную очку. И я вам расскажу про один напиток, который позволяет плавно перемещать свое сознание от полного говна к почти трезвому и обратно. То есть это такой вообще шикарный напиток. Это ликер, он называется самбука. Вот я уже рассказывал про всякие узы, раки и все напитки на основе аниса. Они довольно своеобразно имеют вкус. И самбук в этот план не будет, скажем так, каким-то откровением. Но у нее офигенная есть авторская подача. То есть, конечно, можно пить самбуку так же, как раки и анис, прохладную водичку вливать, водичка будет не ет, пьешь такой, типа, жажда не мучает, ничего не болит. Но это все полная хуетая, так скажем. Значит, самбука это прозрачная жидкость, она бывает от 35 до 40 градусов. И, кстати, надо понимать, что горят вовсе не пары спирта в самбуке, а именно горят эфирные масла аниса. И горят они, вы сейчас увидите как. Итак, значит, что если представить подачи? Берется вот такой снифер или, как говорят, дублоны вроде меня, коньячница. Ставится так вот на стакан, несколько раз прокручиваясь, чтобы размазалась такая пленочка, тут ее на видео, наверное, не видно. Туда забрасывается вот так вот несколько зернышек кофея. И все это дело поджигается при помощи зажигалки. Если вы планкуетесь, у вас зажигалка зимпа, знаете, ей зажигать крайне неудобно. А вот обычный биковский вообще ничтек. И крутите. Огонь горит. Тут, к сожалению, не такой свет. Но вот видно, да, факел вообще нереальный. Вращать надо довольно быстро, иначе посуда может, ну, перегреться и лопнуть. В одном из массовских кабаков в 90-е годы была офигенная подача этой санбуки. И кидали зеленые зерна кофе, еще не обжаренное. И ты их крутил, и они сами обжаривались, карамелизовались прямо вот твоей рукой. Ну, здесь они сейчас немножечко просто подсохнут, пошкварчат. Ну, в целом, поймете, в чем прикол. В общем, нагресть. Нагреть ее надо, ну, где-то до состояния адекватного горячего чая. Вот так вот очень красиво это все переливается, полыхает. Вообще просто кайфует. Ну, приятный делать, ребят, поверьте. Девчонки вообще мокнут, а мужики согреваются. Дальше стаканчик мы ставим вот сюда, он нам пригодится. Содержимое, во славу сатаны, употребляем. Зерна не проглатываем, мы ими закусим, зажуем, разжуем их чуть позже. По вкусу напоминает мекстуру пиктусина от кашля в советское время. Ну, и дальше есть два варианта. Можно подсунуть сюда трубочку и задыхнуть содержимое панелька масля, так и с калика, но я больше люблю просто взять, быстро пилируйте, быстро вдохнуть. При простуде реально работает. Пизда полная, в общем. И зажуем кофейными зернами. Кофейные зерна, как известно, отбивают вкус выпитого алкоголя и немножко освежают дыхание. И даже от тебя не будет вонять нос на перегар, а будет пахнуть благородным, прекрасным коктейлем. У этого есть еще один большой плюс. С амбуком она реально довольно дешевая. Я думаю, даже сейчас она в московских барах рублей, ну, не дороже, там, наверное, 600-700 за порцию. Ну, старший кликер. Вот так, дорогие алкоголицы. На этом, пожалуй, наш сегодняшний репорт о шасси не явно заканчивается. Но мы с вами обязательно вскоре увидимся. Пока!